что просто в начале сета потерял как-то концентрацию троицке так и не может ее в полной мере вернуть и игра ушла сочи хорош давид 15 30 такие фокусы нелбандиан умеет делать на 1 2 по ходу игры то ли действительно что-то его всерьез беспокоит какая травма если так устал то это мне кажется несколько даже удивительным что ну бандян пока носите на троицке молодцом держится в зале у них сегодня все что-то не слава богу то болельщики шумят непонятно что в эфир пролезает отыгрывает и четвертый тонкой играет давид отыграет отыграет 30-40. Брейк-поинт у Давидов. Идеально точно сейчас тройной матч-бол у Давида Налбандяна. Он не настроен все-таки делать из Виктора Троицки героя всея Сербии. Троицкий в этой роли уже был в прошлом году. Каля Драбль дал в решающем поединке. Сегодня в героях, видимо, будут другие. Чудесный удар попадает Давид Налбандян. И все. 1-0. Аргентина выходит вперед. 6-4, 4-6, 6-2 и 6-3. И с таким счетом Давид Налбандян обыгрывает Виктора Троицки, который, напомню, заменил буквально в последний момент на корте Новака Джоковича. И 1-0. 1-0. Аргентина на выезде выходит вперед в матче против Сербии. Против Сербии, которая выиграла в прошлом году Кубок Дэвиса и которая еще никогда не становилась, не проигрывала на своей арене. С тех пор, собственно, как именно существует уже Сербия. Не Сербия, Черногория, не Югославия. А вот в таком нынешнем виде с 2005 года Сербии не проигрывали дома. Аргентинцы в первой игре делают некоторую заявочку на то, чтобы эту серию прервать. 2 часа 51 минуту матч продолжался. Но это только начало нашего вечера в Белграде. Далее Янко Тепсаревич и Хуан Мартин Дель Поттера, если только вдруг замены там каких-нибудь не произойдет. Но вроде бы пока не обещают. Вместе с вами этот первый матч смотрел Роман Комин. Счастливо оставайтесь с теннисным каналом. Субтитры сделал DimaTorzok